Добрый день, уважаемые YouTube-сообщества! Приветствую вас на своем канале! И сегодня хочу представить вам обзор вот такого купажированного шотландского виски Glen Stag Купил по случаю небольшую бутылочку Сразу хочу открыть ее, чтобы она немножко подышала История приобретения этого напитка в магазине Bristol Очень интересная Заходил несколько раз и все время натыкался, что по акции продается виски Glen Stag За цену 549 рублей, за емкость 0,7 литра Цена не внушала доверия Думал, что что-то очередное, непонятное какое-то пойло И вдруг, совершенно неожиданно, копаясь в сети интернет Нашел на одном из ресурсов отзыв уважаемого мною интернет-блогера Который называет себя сам хроническим сомелье Занимается он в сети исследованием дегустации алкогольных напитков из дистиллятов Пишет о них отзывы Я этого человека уважаю Прислушиваюсь к его мнению И вот он первым купил и попробовал этот напиток Написал про него отзыв Где очень достойно охарактеризовал его И советовал всем приобретать Поэтому, недолго думая, побежал я опять в магазин Bristol Ну и для начала купил вот эту бутылочку Напитка емкостью 0,2 литра на пробу Всего за 199 рублей Немножко пару слов расскажу Что это такое Производит этот напиток малоизвестная виски-курне Под названием Glentala LTD Само название ни о чем мне не говорит Расположена она в Шотландии Но если прочитать контр-этикетку Которая расположена сзади На ней указано, что Эту вискокурню и производство в ней виски Находится под контролем всемирно известной Компании, корпорации White & McKay LTD А это в мире шотландского виски Имя очень известное, которому можно доверять Вот, собственно, это исподвигло И того блогера, о котором я говорил И меня к покупке этого напитка Вкус которого мы сейчас и будем оценивать Ну, я уже налил в бокал Прозрачный, идеально прозрачный Золотистой янтарной жидкости Сейчас начнем дегустировать Чтобы не откладывать дело в долгий ящик Вот можете взглянуть на цвет Цвет очень приятный Поболтаем Посмотрим на ножки Остаются следы Вот, ножки присутствуют Они очень частые Тонкие Стекают довольно медленно Попробуем Как пахнет этот напиток И соответствуют ли мои ожидания Я вот жду чего-то необычного Посмотрим, что же в реале Получится из всего этого Пока еще я чувствую, аромат полностью не раскрылся Запах довольно слабый Надо немножко подержать в руках Может быть температура не та Но спиртом не пахнет совершенно Пока я чувствую классический аромат Зернового шотландского виски Скотча, который выдержан порядка трех лет То есть запах молодого виски Совершенно не спиртуозный Вот сейчас я начинаю улавливать Некоторые фруктовые тона Очень-очень легкие Ванили нет Фрукты Какая-то Небольшой-небольшой Древесный запах В общем легкий запах фруктов Чуть-чуть дуба И полное отсутствие спиртуозности Запах нежный, приятный Попробуем небольшой глоточек Классический вкус шотландского виски Вкус солода Немножко фруктов И такая приятная пикантная горчинка Сладости какой-то я не ощущаю Вкус классического купажированного шотландского скотча Таким, каким мы привыкли его ощущать Сейчас сделаю глоток побольше Рецепторы практически не обжигают Я ничего такого не почувствую Пьется приятно, мягко Ну, глоточек за ваше здоровье Пейте в меру Пейте только хорошие качественные напитки Ваше здоровье Когда делаешь глоток побольше Получается сладковато-фруктовый Нежный привкус уже Который сменяется опять горчинкой Чувствуется какая-то маслянистость напитка Мне понравился За 200 рублей эта бутылочка И за 540 рублей такого напитка 0,7 литра Это очень-очень даже неплохо Пока его не распробовали Не раскупают И не подделывают За эту цену надо брать Вот пошел уже и другой запах Уже пошла какая-то небольшая терпкость То есть после открытия Надо ему выдержать Минут 5 Все, гораздо аромат стал богаче Какие-то Заиграли новые тона, нюансы Чем и хорош виски То, что это не однообразный напиток А прислушиваясь, принюхиваясь И дегустируя Каждый раз находите для себя Что-то новое Ну и еще раз с праздником всех, друзья Рекомендую вот этот шотландский виски Трехлетний Глэнстаг Всего вам доброго, всего хорошего Ваше здоровье Получил удовольствие Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok